ребятки всем привет это виторчик тиви мне безумно приятно что вы меня смотрите перед просмотром этого видео поставьте колокольчик лайк и желательно комментарий сегодня воскресенье выходной день я решил провести этот день на пляже ну я буду не один я позвонил павлику ищенко вы уже видели его это чемпион мира по пауэрлильтингу сильнейший мужчина я говорю павлик пойдем загорать и он говорит ну давай поэтому мы с ним встречаемся буквально через минут 10 скоро он уже будет снова на моем канале тебе приятного просмотра и хорошего дня так ребятки мы с павликом уже встретились и я вам скажу какие должны быть атрибуты это солнечные очки шорты легкий загар подготовленный это лично у меня у паш смотри креветки блять ну ничего можно да сейчас межсезонье можно немного и выпить вообще это компот а компот компот стари ну как дела расскажи давай тебя не видел двух словам двух словах на базу к стронкам хожу подымаю чуть-чуть железо может выступлю на чемпионате украины ломата в августе вот и надеюсь что закончится этот ебучий карантин зеленый нормально начали жить работать то это не жизнь а сосуществование короче что понимали павлик сейчас будет участвовать богатырских играх он колесо швыряет я просто реально прозрел потом прогулинка фермера да по 100 килограмм если не ошибаюсь две такие вализы чемоданы и нужно пройти определенное расстояние ну блять реально паша хорошо справляется сила есть вот как паша говорит нужно поставить технику и все будет гуд соревнования в середине августа поэтому я оставлю ссылочку павлика на instagram подписывайтесь на него и контролируйте его тренировки реально есть на что посмотреть ребятки а вот вам история от павлика ищенко старика ну расскажи тут дивную и веселую историю был на соревнованиях по стронгу прошлые выходные чемпионаты и смотрел 95 категорию поскольку хочу выступить там как ребята подымают и получилось так интересно там паренек с ивана франковска такой маленький 80 килограмм метр двадцать роста короче я не знаю как но к последнему упражнению он 3 3 и к четвертому месту разрыв огромный ну просто он должен быть бронзовым призером украины по стронгу мэну я скажу это нелегко это очень сложно потому что там не получится как в повар лифтинге что бывает 2 3 4 человека в категории там их 20 25 очень много еще последние чип упражнения и упражнение называется тайр флип это окантовка переворачивать скат такой огромный за килограмм 320 либо ну там важен рост когда ты высокий более лучше рычаг легче переворачивать короче этот пиздюк не перевернул ни разу я сижу ну просто а он не может он танцует вокруг ее макарену я а я не то ору я говорю ну блять как я пью съел бы нахуй эту покрышку если бы я мог стать третьим ну как это просто нереально там был такой зазор это ну я не знаю я бы блять дьявола позвал бы переворачивать ее короче он ее не переворачивает там парень который на четвертом он выходит и становится первым первым в упражнении и сравнивается становится бронзовым призером я подхожу к нему говорю как то кто тебя тренирует да никто не тренирует я целую франковскую я думаю все блять понятно просто ну блять как тут хуляришь всю жизнь а тут парень приезжает я уже с франковска метр двадцать нахуй чуть третье место не ну если ты можешь стать бронзовым призером украины я не знаю я когда занимался футболом и был чемпионат города и меня обыграл там артур подопригора есть такой он обыграл он я знаю сука что он всегда показывает вправо бежит влево а он знает что я знаю что он показывает право и бежит влево я смещаюсь влево он сука вправо так что я прыгну за две ноги я руками схватился прыгнул его обхватил он зарылся но он не убежал я не мог чтобы он меня прошел я уже за спиной я так и рыбкой и за ноги вот сюда а что тебе желтую дали зато гора не прошел а за собаку слышь расскажи за ротвеллер как так добру в гости пришел еще один арбурь слушать это вообще история опасаться было очень давно мы собирались на природу с друзьями и у нас у товарища частный дом большой и собака ротвеллер очень серьезная он ее закрыл вольер все мы сидим он говорит ребята вы сидите отдыхайте во дворе я пойду приему душ мы сидим себе во дворе пьем пиво все хорошо я смотрю это хуйня желтая выбегая с вольера и я начинаю бежать видишь и я бегу это же бежит так получилось что он впереди меня он впереди я за ним он открывать дверь а собака я не знаю как так произошло но я как-то инстинкт самосохранения я руток беру и бросаю назад а сам не забегаю в дом поворачиваюсь гора стоит замер ну и на него смотрит это хрюшка тихо 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 а у него аж слюни бегут я вижу он смотрит на гору вкусного тихо 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 но он так потихоньку ну короче проскочил он конечно говорит ну ты андор люблять братан и не знаю как так получилось я видел когда я бросал его свою рубашку порвал думаю не буду сейчас говорить так не в настроении для это тот самый гора которому в ноги он прыгал я бы ну я не говорю что я красава просто сука было так страшно как-то получилось я не знаю как гора там сильно японском договорился бабушки горе сказал за кого ебало ты был да тогда или тебе рассказываю я слышал только эту историю яму и конечно разлу как там была история но у парня а то свободно они все там большой компании выпивали там два дня наверное мы раньше если гуляли то это 23 дня и 6 и человек 10 постоянно было спать нельзя было я когда-то уснул у горы дома лег спать пацаны начали с пистолета сука стрелять сами блять поддевали наушники и стреляют комнаты чтобы я проснулся конченые не в матом да не там типа пугач он только звук издает но я ни хуя не проснулся для синий наверное был да а вот этот когда эта история была искали ару не могли найти по дому на чердаке искали так он в диван залез чтобы не бухать потому что он не мог выдержать пацанам стало скучно они вывезли на крышу и пьют а тут соседка выглядывает что вы творите ну у меня товарищ говорит давай я тебя в рот в бабушке не там девушка была она мужа позвала мужа что-то старик могу и тебя вы вызвали ментов они короче с милицией ничего не прокатило никто их во двор не пустил ара вышел я говорит не пущу на свою собственную у вас нарушают я не знаю что там у вас нарушают идите на этом все закончилось но пришла двоюродная бабушка и началось это хуже детектива всех раскидала и другу девушки ты проститутка но что-то она и не понравилась именно доебалась жестко полома хрит с лыжи говорит гора он у нас такой вежливый говорит гора извини меня пожалуйста заранее и поворачивается к бабушке я конечно извиняюсь не хотите пойти нахуй и завалить ебало свое да это было жир наконец-то говорит гора я конечно дико говорит прости заранее я извиняюсь но не могли бы пойти нахуй для всей истории с горой вы представляете у нас была банда яркая у нас банда дикая была я помню когда мы дрались получилось так получилось что меня толпой чуть-чуть накрепили мы вышли драться и ну дрались там драка была тоже спортсмены слава богу мы им все-таки дали пизды но нам тоже досталось и и карина лома такая за идем на дискотеку шоу не видишь меня от пизды карина конечно мой карина и зай давай висеть у нас тоже на такое было просто в одну калитку короче когда начали их пиздить они уже отдает мы их верим он такой стойте стойте вы знаете кто я мы кто я по цели а это все еще следы когда приехали я приехал судить кировограде был чемпионат коммерческий куча всех съехалась но организатор устал а я же повел гостей по родному городу водить гулять выходим с беста как бы поезд но я понимаю что такое бестик одному из спортсменов подходит два парня я понимаю что сейчас уже будут трогать я сразу подхожу и бьет на бороду со старту они так все нормально они на меня а ну лифтеры смотрят потому что через секунду он выбора по бороде ну я нормально попал судя потому что мы добрались но копилки и их там снова встречаем меня ребята держат они подходят к этому же андрюхи пацаны настолько же отпиздили а что вы понимали бест это центре кировограда а копилка это метров 500 вверх нужно подняться там находится ночной магазин где всегда покупали мы алкоголь слышишь такие годы далеко не брать новый год когда приехала юля и мы на дискотеку пошли ты был м си там я уже ухожу домой уже все мне девушка говорит давай посредний танец и один не культурный парень нарыгал ей мы выходим на улицу я хочу засыпаться я так устал от этого молодые свои годы выходит два парня один мелкий который это сделал и один большой да реально реально большой большой был пиздец я мелкому говорю возьми извинись просто мы поедем в стане вы не понимаете тут проблемы тут разбираться давай вот без вот этого ты хуй сделал извините мы идем да не я вижу но он как моя нога весит смотрите на его икроножные а вижу что этот здоровый же стоит у меня уже так подкумарил и не было здорово как у ебал уже потом мелкого уехали с юлей все потом встречаю виторчика а в риашотом ведь блять прикинь подходят ко мне я уже за тебя расскажу потому что у меня это очень сильно рассмешило опять мелкий подходит это ебается кветочек это твой кент где он виторчик тоже недолго думая здоровому блять а тип который здоровый он ни разу слова не сказал он вообще тупо стоял молчал но ушел с разбитым лицом из-за своего хорошего духа да реально была такая история но поэтому я ребят скажу ведите себя культурно всегда особенно в обществе уважайте других людей потому что не важно кто вы спортсмен не спортсмен будьте людьми не важно какая у вас физическая сила вы сильны или не сильны нужно быть людьми не бычьем бычьё ненавижу особенно когда спортсмены если ходят и всех цепляет это это уже если ты имеешь какие-то навыки братан иди в ринг еще куда-то не надо среди мирных людей показывать очень очень сильно рассказал поэтому спортсмены проявляйте свои способности только действительно в ринге не заебуйте людей а если хотите с кем-то подраться то ищите себе равных правильно на ринге я вообще против драк честно пытаясь всегда избегать но часто люди как будто сохранились подходят у меня зацепают еще что-то что не вижу два раза больше тебя у меня лысая голова и весь татуировку я тебе сейчас будешь лечиться до завтра ну думайте чуть-чуть головой оценивайте свои силы даже если случилось лучше уйдите что я часто начал молчать когда мне зацепают я молчу 6 я всех начну бить мне не хватит ноги руку всех воспитывать все-таки я считаю что мы украина европа культурное общество достаточно цивилизованная они какие-то там не буду никого оскорбляйте все подумают о своих нужно быть культурными людьми вот ну а в молодости можно вспоминать когда мне было до 20 я вспоминаю много было истории веселых это молодость у меня я тренером работы у меня девочки есть тренируются по 20 лет они постоянно синие на тренировку приходит или малые ну можете блять бухать раз в неделю хорош хуярить ты приседаешь ты затачиваешь море нахуя это надо топаж понимаешь понимаешь еще понимаешь понимаешь ты хуярила до утра потом на трешок они пиздец теперь вы понимаете да какой у меня друг интересный поэтому тебе если понравилось это видео став лайк колокольчик комментарий и обязательно подписывайся на инстаграм паблика до встречи